здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала меня зовут ольга сегодня я хотела бы вам предложить сплести такие салфетницы вот для пачки салфеток 100 штук в готовом виде салфетницы получают 14 половиной сантиметров высотой 10 сантиметров во время прямого эфира мариана мне посоветовала как можно поднять двойные стоечки вот я сделала этот вариант будет в видеоролике ну и этот вариант я просто тоже есть видео на моем канале подробно и как бы я поднимала ранее до того как вот мне посоветовали сделать вот такой вариант я сначала срезала здесь вторую стоечку поднимала за 2 и здесь у меня вот как варианта 1 стоечка здесь же мне сразу я подняла стоечки 2 плела на 2 донышко подняла 2 и на 2 дом на 2 стоечках плела ситец как я это делала предлагаю разобраться в видео следующую трубочку при плетении вот обрезала кончик чтобы она не проскакивала крайним стоечкам добавляю еще шпажки чтобы удержать ровные края при плетении ситцем здесь я уже доплела до полосы выпускаю стоечку выпускаю еще одну теперь выпускаю с этой стороны плету тогда нужной мне высоты так ищу где у меня сторона с тремя стоечками потому что одна стоечка это будет рабочая трубочка укладываю еще одну рабочую трубочку эту мы выводим получается я вывожу вот так будет одна рабочая трубочка вышла и еще одну закон закладываю и оплетаю веревочкой в две трубочки в углах я пока не добавляю стойки не развожу ничего не делаю просто оплетаю веревочка в две трубочки доплела ряд до конца смотрю до оплетания здесь у меня еще вот эти вот вот этот ряд у меня получился еще чуть-чуть больше все таки поэтому я эти чуть-чуть сминаю найти еще чуть-чуть растягивают стороны перед плетением второго ряда добавляю угловые стоечки сворачиваю трубочку пополам добавляю по угла здесь я закончу сейчас ряд я буду проплетать еще один остальную трубочку зацепляю а и они Продолжение следует... Продолжение следует... Я плела свой квадратик и теперь буду поднимать стоечки, как мне посоветовали. Так, одну стоечку я просто откинаю. Вот так. А эту буду заводить... Буду заводить за две, чтобы получилась внизу косичка. То есть одну я поднимаю из двух просто. Главное здесь не запутаться. Это вот у меня с этой стороны они вышли маленькие. Ну, сейчас буду оплетать веревочку в три трубочки и они заплетутся. Я поменяю, тогда потом здесь охватает высоты на подъем, длины на подъем. Так, очень здоровский способ эту трубочку. Одну поднимаю, одну вот... Формирую угол. Главное здесь не запутаться с теми стоечками, которые вот мы поднимаем. Просто... Одну из двух я поднимаю. А этими еще делаю две. Поднимаю их за две. Субтитры создавал DimaTorzok Очень хороший вариант для подъема стоек. Чтобы потом продолжать плести на двойных стойках. Если и донышко, у меня всегда на двойных, всегда вставал вопрос, как поднять двойные стойки. Этот вариант предложила во время прямой трансляции Мариана. Спасибо ей огромное за информацию. Очень-очень интересный вариант и очень-очень нужный. Одну трубочку просто поднять из двух, а вторую трубочку поднять за две. И она образует вот эту вот красивую веревку. Имитацию веревочки внизу. Вывожу из за стоечки. Вот одна трубочка у меня получается. Это вот вторая трубочка. И добавляю третью трубочку. Вывожу ее из за стоечек. Получается три рабочие трубочки. Вот у меня плиту, веревочку в три трубочки. Так, сначала сразу вставляю форму. Чтобы сейчас веревочка у меня не ушла. Хотела сэкономить время, но видео, которое с прямых трансляций, почему-то не загружается, не сохраняется. Поэтому объясню так. Я подняла стоечки. После этого проплела веревочку из трех трубочек. Из-за того, что я не нарастила сразу стоечки, мне пришлось проплести еще одну веревочку, потому что было неудобно. После этого я плела двумя трубочками ситец. Потому что четное количество стоечек на четном количестве ситец плетется двумя вдогонку. Как я плела это все, можно посмотреть в прямом эфире. Ссылочку вы сейчас увидите у вас на экране. Я проплела около 6,5 сантиметров. Теперь мне надо как-то сделать углубление, чтобы можно было доставать салфетки. Для этого нужно сделать поворот в плетении. Так как я плела ситцем, поворот. Каждую трубочку разверну. Только одна трубочка у меня пойдет по диагонали. Вот так вот. С этой стороны поступаю аналогично. Здесь вот трубочка у меня вышла вверх. Значит, ее вверх поворачиваю. Так, сначала вот эта вот, которая ближе, она пойдет первая. А потом то, которая шла первая. Проплела еще ряд. Вернулась сюда. И теперь буду делать разворот вот на этой вот стоечке. То есть, вот первую трубочку, которая идет, я оставлю пока. Вторую разворачиваю раньше. Развернула. Теперь разворачиваю. Сделаю поворот. И то обратно. Теперь буду делать разворот с другой стороны. Сначала идет трубочка, которая у нас сверху. Мы ей делаем разворот. Повернула. Направила ее. Теперь вторую. Для того, чтобы сформировать косичку, вверху, такую же, как и внизу, светлую, лейтую обратную веревочку. И закрываю обратную веревочку. Возвлажняю стойки. Буду сейчас делать загибку розгу. Беру дополнительные трубочки, чтобы легче было. Дополнительные трубочки я беру 4. Потому что веревочку мы повторяем из трех трубочек. И начинаю плести розгу. Трубочки я глубоко не закладываю. Маленькую лапельку делаю, чтобы их потом было легче вынуть. Как плести розгу. Есть подробное видео у меня на канале. Можно посмотреть по ссылочке, которые сейчас появятся у вас на экранах. Формируем углы. Здесь вот я формирую, чтобы угол был. Это он по-другому. Это он. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...